Принять закон об открытом газовом рынке и снизить цены на топливо. С такими требованиями активисты пришли сегодня к зданию НКРФ в столице. Кто попытался свернуть этот митинг и чем это закончилось, выясняли наши корреспонденты. Хватит нафтогазу обборовывать людей, повышать цены на голубое топливо. С таким требованием несколько десятков активистов собрались возле нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ганьба! Ганьба! Активисты утверждают, нафтогаз скрывает часть своих доходов от налогоплательщиков, поэтому требуют, чтобы нацкомиссия приняла закон о прозрачной и открытой работе газового монополиста. Мы требуем, чтобы они приняли вот этот европейский закон, чтобы посуточно, посуточно они показывали открыто, ну куда нефтогаз девает деньги, за что он платит, а не как они делают ежемесячно, чтобы было прозрачно, чтобы люди понимали, за что они платят. Впрочем, акцию, требующую прозрачной работы нафтогаза, попытались остановить. К зданию НКРКУ подошли неизвестные. После словесной перепалки прибывшие начали вести себя неадекватно. Я гражданин Украины, имею право здесь находиться, правильно? Да! Вот и находишься! Такой антиакцией руководство нафтогаза хотело отвлечь внимание от поднятия цен на топливо и в очередной раз оказать давление на нацкомиссию, чтобы регулятор принял нужное газовикам решение, утверждают эксперты. Доказывает это и то, что монополист против открытого рынка газа в Украине. Явная акция в пользу НАК «Нафтогаз Украины», потому что прессинг НКРКП, который состав только избрали, они еще, собственно говоря, только начали работать. И уже мы видим неоднозначную реакцию со стороны активистов. То есть это очень четко показывает, что все это идет в пользу нафтогаза и явно в пользу сохранения монопольного положения, которое есть на сегодняшний день. Впрочем, организовывать акции топ-менеджерам «Нафтогаза» теперь есть за что. Только за прошлый год руководство компании выписало себе бонусов на 147 миллионов гривен. Треть суммы получил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Кстати, компания даже купила ему бронированный «Кадиллак». Еще почти 50 миллионов разделили между собой замы Сергей Коновец, Сергей Перелома и член правления Юрий Колбушкин. 24 миллиона гривен досталось руководителю «Укргаздобычи», еще 10 – гендиректору «Укртранснафты». Возмущенный работой «Нафтогаза» премьер-министр Владимир Гройсман дал на днях указание отменить все сверхбонусы и неоправданные выплаты. Тем временем проверять законы с таких премий уже начала генпрокуратура. Юрий Луценко заявил, по факту начисления бонусов ГПУ уже открыли уголовное дело.